Итак, давайте теперь вот что сделаем. Приведем в порядок нашей библиотеки, то есть то, что мы устанавливали, до конца пропишем в Installit Apps. Первую библиотеку, которую... Давайте мы начнем с Django Client App, то есть вот с этой вещи. И я на этом примере поясню некоторые моменты. Вот смотрите. Очень важно при просмотре документации смотреть определенный порядок установки, то есть как прописывать в Installit Apps. Здесь конкретно прописано, что не часто бывает, что очень важен порядок применения, чтобы гарантировать, оно должно быть установлено в конце Installit Apps. По сути дела, сейчас мы не будем разбирать, мы в процессе разберем. Это приложение, оно нам понадобится для того, чтобы у нас всегда не было лишних настроек при изменении файлов. То есть все, что не нужно, будет автоматически удаляться. Хорошая библиотека используется, как правило, вместе с сигналами, да, чтобы ничего не устаревало. Значит, здесь конкретно описано. Поэтому смотрим настройки. И в данном случае здесь имеется только одна настройка, где она, только добавление в Installit Apps. А потом нас будет интересовать только импорты. Но это уже по ходу. Так. Вот так вот рекомендуется добавить. Почему мы... Что делаем? Добавляем в Installit Apps. Добавляем комментарий. И можем, как хорошая практика разработчиков Django... Нам иногда в проектах придется и менять что-то. Сохраняем ссылку на пакет, чтобы было под рукой. Прямо в доках. Теперь момент. Давайте вот что сделаем. Еще одно окно. Я уже говорил, что я буду использовать сейчас не полностью команды, а уже просто вот так алиасы. Мы об этом говорили. Статику запускаю. Я там не читал, что можно запустить. Но ничего. Вот все. Теперь некоторые моменты. Для примера. Чтобы показать, чтобы вы понимали тонкости сразу. Как правило, в документации мы берем настройку Installit Apps. Но когда в документации прописано, где что настраивать, там понятно. Но здесь есть определенные варианты. Допустим, если в документации показано. Так. Ну, какая-то библиотека у нас там будет. Например. Бубуру. Бубуру. Ну, я к примеру. Если показано вот так. Точки. Точки. И дальше вот эта библиотека. По сути дела, грубо говоря, написано в любом месте. В любом месте, можно сказать так. Ну, как правило, в таких случаях библиотека ставится основная после основных файлов. То есть, как правило, после админ, алк, сессии, статические файлы. Как правило, вот так вот прописывается. Да. Есть еще такие варианты. Бывает не словами прописано. А, допустим, стоит вот так. Наша библиотека, но при этом стоит вот так. И потом точки будут стоять. В данном случае мы четко понимаем, что это библиотека аутентификации. То есть, именно ставить только после нее. Не перед ней. Это имеет значение. То есть, всегда будьте внимательны к документации. И смотрите. Да. Вот эти вот мелкие моменты. Иными словами, если было бы написано так, то нашу библиотеку Бу-Бу-Бу надо было бы поставить как? Правильно. Вот так. Вот здесь. Эти мелочи имеют огромное значение. Потому что новичок зачастую не знает и поставит где-нибудь. Потом у него вызывают какие-то исключения. Он их ищет, никак не может найти. На самом деле, просто невнимательно. Ну, не знал. Не знал каких-то тонкостей. Невнимательно изучил документацию. Как правило, пишутся, что запустить. Либо миграция, либо статику. Сомневаетесь, запускайте три вместе. Миграцию и статику. Сами увидите. Потому что миграции, они абсолютно безопасны. Ну и статика абсолютно безопасна. Соберет недостающую статику. Это, наверное, понятно. Да? Ну все. Я этот файл удаляю. Эти мелочи разобрали. Можем проверить наш проект. Убедиться, что он работает. Если мы видим вот эту страницу, значит проект работает. Просто не определена страница. Если работает админка, значит все работает вообще хорошо. Все отлично. Дальше пошли.